Мне очень приятно выступать здесь и хотел бы всех участников ее также поприветствовать. Но прежде чем говорить о наших исследованиях, о которых будет сегодня идти речь, я хотел бы сделать некоторое общее введение. И в рамках этого общего введения начать с такого момента, что организация, клетчатая организация мозга была описана уже более 100 лет назад. И во многом мы должны быть благодарны за это испанскому ученому Сантья Грамоно Кахалю, который использовал метод импривнации серебром, предложенный Камилой Гольджи итальянским ученым. И в современную для его времени оптику смог описать практически все основные типы клеток мозга. И он написал нейроны, глиальные клетки, клетки кровеносных сосудов. И в общем-то с тех пор какие-то новые клеточные элементы. Принципиально морфологически вот так вот не были описаны. То есть может быть за редким исключением. И весь фокус был на функции этих клеток, на их физиологическое значение. И оказалось, что вот один из этих типов клеток, нейроны, обладают электрогенезом. То есть способны генерировать потенциалы действия. И вот после этого, и они еще связаны пластичными синапсами. И вот после этого весь фокус был практически на этих типах клеток. И мозг стал представляться как большая нейронная сеть. И до сих пор вы можете на крупных конференциях слышать вещи, как исследование коннектома. То есть как нейроны связаны между собой функционального коннектома. Какие функции эти связи имеют и так далее. При этом будут полностью игнорироваться остальные клетки мозга. То есть как будто бы нейроны находятся в неком пустом пространстве. Но что, конечно, не так. И с точки зрения физиологии это, конечно, совершенно неправильный взгляд на работу органа. Как любой орган, сердце, печень, почки, легкие. Там есть разные типы клеток, которые между собой взаимодействуют. Это взаимодействие создает весь полный функционал. И в мозге происходит та же самая ситуация. Есть много разных типов клеток. И вот сегодня я еще буду говорить об одном типе клеток, кроме нейронов, а об астроцитах. Астроциты взаимодействуют с нейронами. Эти взаимодействия происходят на различных уровнях. Вот то, что вы здесь видите, это так называемый многочастный синапс. Эта концепция была предложена уже несколько десятилетний назад. И суть ее в том, что есть пресинаптический терминаль, где высвобождается нейропередача в постсинапс. И есть листочки астроцита, которые окружают вот этот синапс. И во время синаптической передачи в них происходит генерация кальциевого сигнала. Там есть рецепторы, есть транспортеры на них. И этот кальциевый сигнал, повышение кальция, приводит к высвобождению глиопередатчиков, которые влияют на пресинаптические рецепторы, на постсинаптические рецепторы. И таким образом регулирует синаптическую передачу и синаптическую пластичность. Вот, собственно говоря, этот концепт и связывает вот эти разные типы клеток между собой. И плюс, здесь мы добавляем еще такой важный сигнальный механизм, это генерацию кальциевого ответа. Но на самом деле кальций возникает в астроцитах не только вот в этих листочках, которые оборачивают синапс. Но он может распространяться вдоль больших достаточно территорий. Астроциты, астроциты такие разветвленные весьма клетки. И внутри них кальциевый сигнал может покрывать территорию, оккупированную достаточно большим числом синапсов. И эти синапсы даже могут принадлежать различным нейронам. И в общей сложности это может приводить к тому, что формируются такие функциональные группы в тех местах, где повышается кальций внутри астроциты. Там регулируется синаптическая передача и пластичность. Если мы пойдем еще на более высокий уровень, на уровень сетей, вот есть нейронная сеть, и вот астроциты тоже формируют сеть в мозге. Они связаны между собой габ-контактами. И вот внутри этой астроцитарной сети также возникают такие достаточно интересные паттерны кальциевой активности. И вот эта вот кальциевая активность, вот сложно организованные паттерны этой кальциевой активности могут уже регулировать целые популяции нейронов. И таким образом мы видим, что два этих типа клеток могут взаимодействовать между собой на субклеточном уровне, на уровне клеточном и на уровне сетей популяции. Но надо добавить, что астроциты взаимодействуют не только с нейронами. Существует целый ряд других взаимодействий этих клеток. Они взаимодействуют, например, с кровеносными сосудами, регулируя их вазодилитацию. Регулируют, взаимодействуют с микроглией, с олигодендроцитами. Высвобождают компоненты неклеточного матрикса. Регулируют неклеточное пространство, которое очень тоже динамично в мозге и меняется в течение дня, например. И сами астроциты также отвечают на целый ряд различных сигналов, сигнальных путей. Например, мы уже говорили о том, что они отвечают на нейропередатчик. В трехчастном филе, в многочастном синапсе. Также астроциты отвечают на нейромодуляторы. Например, норадреналин. Один из таких классических сигнальных путей для астроцитов. Отвечают на цитокины, гормоны, факторы роста. Но это вот химические все молекулы, которые в принципе таргетируют не только астроциты, но и нейроны. А есть у астроцитов еще и специфические для них сигнальные пути. Например, они отвечают на изменение парциального давления кислорода в ткани. Насыщенность ткани кислорода, правильно сказать. Внутричерепное давление. Они как бы механически стимулируются сосудами за счет вазомоции. Они отвечают на изменение температуры. Потому что в астроцитах есть, например, ТРПВ-рецепторы. Есть пьезорецепторы механочувствительные. Это вот эти все рецепторы, они отвечают на температурно-механические воздействия. То есть астроциты еще получают сигналы, которые не получают нейроны. И эти сигналы, они как бы преобразуют свой кальций в ответ и дальше передают на другие элементы. В мозге, с которыми они взаимодействуют. Нейроны, микроглиусы, сосуды, все что угодно. Поэтому система взаимодействия межплеточного, она достаточно сложна в мозге. И она, конечно же, не только нейронная сеть, но и вот все остальные другие элементы. Уже было предложено много разных концепций взаимодействия между разными элементами мозга. Ну вот здесь вот многочастный синапс, нейроглиоскулярная единица, внесинаптическая передача, объемная передача. Ну, были, значит, целые такие направления исследований. Однако, если вы посмотрите вот на эти изображения, вам будет понятно, что тут же есть во всех почти из них астроциты. Во многих есть нейроны, вовлеченные там в клетки кровеносного сосуда и так далее. То есть это что значит? Что, в принципе, одна и та же клетка в мозге, вот в этой системе, она может вовлекаться в различные типы таких сложных взаимодействий, которые, конечно же, тоже нельзя рассматривать отдельно друг от друга. То есть если повысился кальций астроцит, то он везде повысился. И в трехчастном синапсе, и в нервоскулярной единице, и так далее. Активировался нейрон, он везде, так скажем, будет иметь какой-то эффект на сигнальные пути. Поэтому мы с моим коллегой Алексеем Верхранским из Манчестерского университета в 2021 году выпустили статью, в которой впервые предложили интегративную концепцию такой работы мозга, которая называется по-английски brain active milieu. По-русски это активная среда мозга. Вот здесь как раз все эти структурные единицы объединены, и рассматривается система с интегративной точки зрения, где различные клеточные элементы, и внеклеточные, и такие внеклеточные пространства, они могут взаимодействовать между собой, и как раз определяют работу мозга. Они определяют все функции, включая обучение, память, сознание, все что угодно. Вот вы что с мозгом связываете, все функции определяются именно взаимодействием внутри этой активной среды головного мозга. И вот эта работа вызвала некоторый интерес в сообществе клетчатых клетчатых нейробиологов, и в следующем году, в 22-м, была опубликована еще небольшая одна работа, в которой мы дали определение, более четкое, что такое brain active milieu, и говорим, что мозг состоит из многих клетчатых элементов, нейронов, гли, ненейрональных клеток, имя неклеточных элементов, неклеточное пространство, матрикс, все эти элементы взаимно расположены как-то относительно друг друга и взаимодействуют. И вот это определяет работу мозга, и вот эта активная среда, она распространяется от субклеточного уровня до уровня локальных сетей. И здесь вот редакция, сделали такую обложку очень красивую, трехмерная презентация активной среды мозга, здесь вы видите различные клетчатые элементы уже в 3D, как они между собой взаимно расположены, взаимодействуют. Ну, на этом я хотел бы вводную часть закончить и перейти, собственно говоря, к нашим исследованиям. Мы все наши исследования пытаемся строить с точки зрения работы клеточных элементов активной среды головного мозга, ну и смотрим на разные эти элементы. Вот сегодня я поговорю об астроцитах и нейронах. Давайте посмотрим, как мы делаем эти эксперименты. Здесь вы видите схему эксперимента, мы работаем с мышами, делаем стереотоксическое введение аденоассоциированных вирусных векторов в разные структуры мозга, в гиппокамп, кору, вот в частности сегодня я буду говорить о соматосенсорной коре. Значит, после введения устанавливается краниальное окно, стеклянное, и устанавливается держатель для головы животного, который потом используется при имиджинге. После вот такой операции животные восстанавливаются, происходит экспрессия того или иного, скажем так, сенсора. Мы в данном случае говорим о G-CAMP-6, это кальциевый, генетический кальциевый сенсор. Мы его экспрессировали либо под астроцитарным промотором, либо под нейрональным. И вот после того, как экспрессия прошла, в определенных типе клеток, мы делаем хендлинг, то есть приучаем животных к рукам, к установке, и проводим эксперименты вот на такой лимитирующей платформе. Это так называемая home cage от компании Neurotar. Здесь находится такая доска с большим количеством дырочек, через которые под давлением подается воздух. И эта платформа левитирует. Животное, находясь в одном месте на этой платформе, может передвигаться по ней, перебирая ногами. То есть платформа под животным движется, и у животного создается впечатление, что это оно движется. Ну вот представьте, вы сидите в поезде, смотрите в окошко, а соседний поезд пошел. И у вас тоже может возникнуть впечатление, что вы движетесь. Ну вот животное примерно так себя ощущает, плюс еще и интерактив, то что он может лапами эту платформу перед собой перемещать. Ну вот это вот как выглядит сама стереотоксическая инъекция. Здесь животное анестезировано, дальше вводится вирусный вектор, а потом устанавливается вот такое вот вся окошко, корнеальное окно стеклянное, и на него прикрепится вот такой держатель металлический. Иногда его называют вертолетиком еще. Ну вот животное после операции восстанавливается, какое-то время под анестезией отходит, ну и дальше в клетку помещается, и там хорошо себя чувствует. А после чего мы помещаем это животное вот в такую установку, двухфотонный микроскоп. Здесь это левитирующая платформа. Вот я сейчас вам покажу видео, как это выглядит. Вот видите, да? Животное бежит по платформе, перемещая ее, да, мы можем... Животному кажется, что оно движется, но при этом оно остается на месте, и мы можем... Голова у него зафиксирована, и мы можем делать имиджинг. Например, двухфотонный имиджинг. И вот здесь я уже покажу пример такого имиджинга. Слева это арена, по которой животное перемещается. Это точка сиреневая, это животное. А справа вы увидите кальциевый ответ в астроцитах. Он представлен как изменение флуоресценции, дельта ФОВР. Вот. Смотри, животное сидит, пока не бежит. Активности нет. Вот побежала, побежала по платформе, и при этом у нас возникает... Вот видите, достаточно много здесь таких точек, посвящихся. Это все астроциты. И мы видим, при движении животного такая активность повышается. Дальше мы можем представить... Ну вот здесь еще я хотел бы показать, как этот анализ проводится. То есть мы, конечно, сразу такие красивые картинки не получаем. Сначала у нас такой шумный сигнал выглядит, он достаточно при записи. Потом производится удаление шума, обесшумливание, ледяной синг по-английски. Потом стабилизация изображения. И тогда мы уже, может быть, морфологию начинаем различать. И после стабилизации мы можем получить уже изменения, дельта-ФОВРФ. И дальше вот тут будет колонки. Вот сырой запись. Сырая, стабилизированная, обесшумленная. И дельта-ФОВРФ. А в конце вот такой вот стулбик будет двигаться вверх-вниз, показывая скорость животного. Вот посмотрите, как это красиво выглядит. Вот, видите, да, когда животное движется, бежит, то у нас происходит повышение кальция активности, а в эстроцетах такие яркие вспышки. Скажите, коллеги, кто у меня слушает, хорошо ли видно видео без задержек? Так, пожалуйста, дайте мне фидбэк. Все видно, Алексей Васильевич. Мы все видим. Хорошо. Я просто, мы не тестировали, я немножко беспокоюсь, что нет ли тут каких-то... Хорошо. Тогда будем двигаться дальше. И вот, получив такое видео, мы его дальше обрабатываем. Мы его можем по-разному представлять. Например, вот такое есть представление интересное, когда у нас есть поверхность мозга, вот x, y, и здесь идет время. То есть это кадр за кадром, здесь вот такая раскадровка идет, и мы видим, где появляется по этих участках вот этой поверхности мозга, откуда мы съемку ведем, появляются кальциевые ответы. И здесь, естественно, вот. А и вот столбик синий – это скорость движения мыши. То есть когда синяя, это она, значит, стоит. И такой вот красный – это когда она побежала. И вот вы видите здесь, да, что много такой разрозненной активности есть, когда мышь стоит на месте, но она очень слабая, не ярко выражена. Как только мышь побежала, сразу появляется огромный такой большой ответ во всей астронцитарной популяции, который вот практически, ну, такой вот почти всю поверхность и занимает. Можно это все представить, по-разному извлечь математически какие-то параметры, с которыми дальше работать. Вот здесь я представляю три вам параметра. Один – это скорость мыши голубым цветом, показанным внизу. Дальше – это активная площадь. Вот в каждом кадре считалось, какую площадь занимает активность. Вот тут 100% значит это все. Весь кадр покрыт активностью кольцевой. И вот изменение флуоресценции, дельта и поворот. И дальше вот эти параметры можно анализировать. Можно даже, например, посмотреть в пространстве, где как и менялась эта активность. Вот, например, три варианта. Наверху скорость мыши, где мышь быстрее бегала на этой платформе. Где медленнее. Внизу – это как менялась дельта и фуоресценция. И активная область. То есть такие вот, например, эксперименты можно сделать для того, чтобы изучать клетки места. Если мы говорим о нейронах. Ну или там задаться вопросом, а нет ли клеток места среди астроцитов, например. Ну вот среди астроцитов соматосенсорной коры в клеток места, судя по всему, нет. В общем-то мы и не ожидали. Соматосенсорная кора не отвечает за пространственную ориентацию, она там за чувствительность сенсорную отвечает. Но, тем не менее, вот технически такие возможности есть. Если мы посмотрим гиппокамп, мы можем, например, что-то такое дальше и изучать. Ну вот, это, что мы можем делать с популяционной активностью. Ну и есть, конечно, задача посмотреть, что происходит на уровне отдельных астроцитов. Вот здесь вот вы видите фотографию отдельного астроцита. Она не очень четкая. Все-таки не иммунстохимическая окраска, это инвива в живом мозге. Идет запись. И, тем не менее, мы можем различить сому, какие-то отростки. Ну и знаем, что вот это вот где-то область домена астроцита. Это его территория. И можем построить такой вот широкий лайн-скан, вдоль которого собирать эту информацию. И вот мы эту информацию собираем. Здесь один из примеров, как этот лайн-скан выглядит во время эпизода бега. То есть вот последовательно кадр за кадром. Здесь вот идет раскадровка. И вот здесь дистанция ноль. То есть середина сомы. И вот желтым пунктиром показана область сомы. И вот видно, что... А здесь, по крайней, периферия. И вот вы видите, когда животное побежало, активность начинается на периферии астроцита. И потом, только спустя несколько секунд, она туда собирается в сому. И в соме сигнал становится намного более ярким. Видите, происходит усиление сигнала. Это все можно квантифицировать. Конечно, можно вот, кстати, представить немножко по-другому. Вот здесь вот кадры. Вот здесь один, два, три, четыре, пять, шесть кадров. Вот эти шесть кадров мы взяли в этом порядке. То есть, когда животное не бежит, активности почти нет. В начале бега активность появляется на дистальных участках. Потом она захватывает большую территорию, приближаясь к соме. Потом собирается в соме, и в соме повышается кальция очень сильно. Да? То есть, мы это увидели и поняли. Ну, смотрите, это интегративная функция. Вот как у нейрона. У нейрона есть интегративная функция. Приходят синаптические входы, и которые интегрируются потом в соме, в эгерной зоне, и дальше в нейрона потенциологисты. Вот по всей видимости в астроците происходит тоже некоторая интеграция, и мы ее описали. Это первое описание такой вот интеграции, которая была сделана. Мы проанализировали активность в соме астроцита на периферии клетки, то есть выделили процессы, это отростки, сома, сома, понятно, и посмотрели, как в ней кальциоактивность различается. Вот первое, мы нормировали эти ответы по амплитуде, и увидели, что в соме ответ возникает с задержкой. Ну, это и так уже было видно, да, из видео. Вот задержку мы померили для разных эпизодов бега, в разных астроцитах, животных. Получилось несколько секунд задержки. Очень интересно. Второе, мы померили амплитуду ответа. Здесь они нормированы, а вот здесь мы померили реальную амплитуду, и увидели, что в соме ответ практически в пять раз увеличивается. То есть это усиление, это амплификация ответа. Ну, и что очень интересно, в соме возникает такого вот рода осцилляции кальция. Это здесь вейвлет-анализ проведен был, и мы увидели, что в соме, но не в отростках, в отростках очень слабые виды осцилляции, видимо, это, так сказать, наведенные сомы, что в соме кальцио-сигнал усиливается и начинает осциллировать. Смысл, ну, это как бы дальнейшая наша работа, а дальше давайте перейдем к нейронам. В нейронах мы сделали тот же самый анализ, вот давайте я вам покажу, как выглядит активность в нейронах. Вот это вот, нейрональные здесь отростки, мы смотрим, когда в первом слое коры, мы не видим там сомы, сами нейроны, но видим отростки демриттеров в основном, и видим, как их активность меняется, когда животное бегает. А в нейронах немножко ситуация другая. Вот смотрите, даже мышь, когда стоит, активности в нейронах достаточно много. Когда мышь начинает бежать, эта активность только усиливается. Поэтому уже, так сказать, серьезное отличие от астроцитов, и вот когда мы смотрим на реконструкцию трехмерную, мы это все прекрасно видим. Видите, да, нейроны активны все время. Как только мышь побежала, вроде бы активность такая становится более такая организованная, больше там, ну, больше, да, или активность в целом становится. Ну, когда мы представляем эти данные в виде временных динамик, то тут уже более-менее все видно становится. Скорость мыши внизу синяя, активная область в кадре, и ДТФОРФ, то есть интенсивность сигнала, тоже видно вот эти вот пики, всплески кальцевой активности. И дальше, конечно, интересно сравнить астроциты и нейроны, как кто отвечает на локомоцию. Вот мы сделали такой параметр, как соотношение спокойного состояния активности к локомоции, к вайсенску локомоушен рейшен. И вот это соотношение мы померили в нейронных астроцитах, то есть взяли сигнал во время спокойствия, во время локомоции, ну и отношения нашли для разных клеток. Для нейронов астроцитов от ДТФОРФ или активная область. И видим, что в астроцитах это соотношение намного ниже. Почему? Потому что у них локомоции почти активности нет. В спокойном состоянии почти активности нет, сигнал возникает только при локомоции. В нейронах вот такой сигнал он есть. И без локомоции непонятно откуда это он берется. Вроде как, наверное, тонус какой-то нейрональной активности существует. Дальше. Посмотрели на кросс-корреляцию между кальциевым ответом в нейронах и скоростью животного и в астроцитах и скоростью животного. И вот обнаружили, что и тот, и другой ответ, что в нейронах, что в астроцитах очень хорошо коррелируют со скоростью животного, с эпизодом бега. Но есть разница. в нейронах этот сигнал пик корреляции практически на нуле. То есть это значит, что животное побежало и нейроны активируются прямо вот в это же время. То есть активность нейронов следует бегу животного. А в астроцитах идет задержка несколько секунд. То есть астроциты отвечают в задержку. Ну и вот этот сигнал здесь объединен. Ну и дальше в следующий момент мы сделали такой параметр, проанализировали, как парное соотношение парного бега. Пэрт-палтс-рейш. Что это такое? Ну вот кто знаком с электрофизиологией знает, что есть такой парный бег, то есть коэффициент парной стимуляции. Вот. А мы это сделали здесь коэффициент парного бега. то есть у нас как бы мы ничего не стимулируем, но стимул идет из внешней среды, когда животное перемещается, касается лапами поверхности и у него идет сигнал в самооценственную кору. И вот тоже мы смотрели на эпизоды бега, которые были близко друг к другу меньше чем 30 секунд и смотрели кальциевый ответ в нейронах и астроцитах и отношения первого ко второму. И мы вот это отношение назвали коэффициент парного бега и обнаружили, что в нейронах коэффициент парного бега равен практически единице. Это значит, что на каждый эпизод бега нейроны очень хорошо отвечают и этот ответ не меняется практически. А вот в астроцитах второй ответ был всегда меньше. То есть коэффициент парного бега был маленький. И это что значит? Это значит, что в астроцитах какие-то вот происходят процессы, которые приводят к затуханию к кальциевого ответа. Ну если мы увеличиваем интервал между эпизодами бега, конечно, ответ восстанавливался. Но, тем не менее, в астроцитах существует некоторая рефракторность этого ответа. Ну и вот это вот заключение по этой части работы по кальциевым ответам. Я не буду на них долго останавливаться, чтобы сэкономить время и перейду к следующему моменту. Вот с чем вообще связан задержанный кальциевый ответ в астроцитах? Ну вот, какую роль он играет? Возможно, это какая-то связь с организацией памяти, да, то есть, если они в синапсах регулируют эластичность. А может быть, это метаболический какой-то ответ, который необходим мозгу. Вот мы решили проверить, не является ли это метаболическим ответом. Для этого мы использовали рамонскую микроспектрометрию. вот здесь показан принцип рамонской спектрометрии и ее разница с флуоресцентным микрингом. И, в общем-то, что мы можем с помощью такого метода померить? Этот метод позволяет нам получать рамоновские спектры от живых клеток, в которых мы можем померить наличие цитохромов восстановленных белков, липидов. Ну, если мы попадаем на кровеносный сосуд, мы можем померить оксидизоксидимоглобин и померить их соотношение, которое даст нам информацию о насыщенности крови кислорода. И вот мы, опять же, провели инвиво, это впервые было в мире сделано, такое исследование, на живых, свободно подвижных животных рамонской микроспектрометрии. Животным вводился вирус для того, чтобы пометить флуоресцентными белками нейроны астроцита, и потом, значит, животные бегали у нас по такой дорожке беговой, и у них одновременно производилась запись рамонских спектров с разных типов клеток и кровеносных сосудов. И вот, что мы получаем в этом случае? Вот эта вот картинка, которая была получена инвиво, здесь астроцит экспрессирует зеленый флуоресцентный белок GFP, нейроны экспрессируют нейрофпи, красный флуоресцентный белок, ну а сосуды, они видны как такие темные дорожки, в которых нет никаких ни флуоресцентных белков, и мы, в общем-то, с этих всех клеток, зеленые клетки, с красных клеток, и с темных участков, получали рамонские спектры. Соответственно, зеленые это астроциты, мы видели там цитохромы, видели белки, липиды, в нейронах то же самое, а в темных участках мы видели аустигемоглобин, диоксигемоглобин, соответственно, знали, что это кровососуды, могли измерить насыщение крови кислородом. Вот, ну вот пример, как выглядит такое измерение насыщения крови кислородом артериолы, венула, животное спокойно в состоянии, дальше побежало, у нас увеличивается насыщение крови кислородом и увеличивается размер артериолы, венула не меняется. Ну вот это вот такая динамика, тоже в обоих типах сосудов и артериолы, венула, повышается кислород во время локомоции. Первый эпизод, второй эпизод, два эпизода опять мы делали и видели такое повышение. Ну вот это усредненные данные, тоже видно повышение на каждый эпизод, соотношение парной парного бега никакой разницы нет, оба эпизода вызывают большое повышение насыщенности крови кислородом. Ну и артериолы у нас увеличивались в размере. Дальше вот это вот красное это артериолы и рядом мы могли посмотреть еще на астроцит, ножка астроцита и мы в нем уже посмотрели на наличие восстановленных цитохромов. И мы здесь увидели, что в астроцитах во время локомоции, когда в артериоле повышается количество кислорода, мы наблюдаем повышение количества восстановленных цитохромов. Мы это сделали для астроцитов, мы такой же анализ сделали для нейронов. Вот динамика астроцитарная, вот динамика нейрональная, два эпизода бега серым показаны. Ну так немножечко шумные данные, не так все это легко получается, как с флуоресцентом, как с кальциевым сигналом, но можно данные усреднить и получить уже более ясно, четкую картину. Эта картина нас, конечно, очень сильно впечатлила. Мы увидели, что в астроцитах происходит увеличение восстановленных цитохромов на первый эпизод бега, а вот на второй не происходит. Почти как с кальцием. То есть есть рефракторность какая-то или вот есть какой-то элемент такой, что затухание этого эффекта. А вот в нейронах наоборот происходило снижение восстановленных цитохромов, то есть загрузка электронно-транспортной цепи электронными нейронами снижалась при беге. То есть это совершенно были противоположные эффекты, а вот соотношение парного бега в астроцитах опять было маленьких, а в нейронах почти равно единице, потому что оно снижалось каждый раз примерно одинаково при каждом эпизоде локомоции. То есть нейроны всегда очень надежно отвечают на каждый эпизод локомоции. А вот астроциты отвечают на первый, а вот на второй у них уже ответ все время снижается. И вот что может означать повышение загрузки электронно-транспорта электронно-электронно. Это может означать то, что электроны уходят не только в конечном итоге на кислород, в конце проходя через все комплексы электронно-транспорта цепи, но могут приводить к генерации активных форм кислорода, серо, эно и так далее. То есть они могут сходить раньше с электронно-транспорта цепи. И вот этот момент нам показался интересным, и мы посмотрели, как генерируются активные формы кислорода и взяли сенсор на перекись водорода Hyper-7 и его экспрессировали в астроцитах и нейронах. Вот тот же самый метод. И дальше мы дали животным бегать, два эпизода бега, и посмотрели, что происходит. И вот здесь наблюдается такой интересный эффект, что в нейронах активные формы кислорода при беге и вообще не повышаются. Ну, перекись, конечно же. А вот в астроцитах мы видим повышение перекиси как при первой локомоции, так и при втором. Очень интересный эффект, он не совсем идет, так сказать, легко пока его объяснить, почему оба эпизода повышения перекиси, но есть идеи на этот счет. Но вот уже как бы интересная получается история, которую я бы хотел проиллюстрировать на моем последнем заключительном слайде, потому что больше времени нет рассказывать детально. Как мы видим ситуацию, говоря уже об активной среде мозга, мы, конечно, здесь не все элементы смогли включить, но вот три элемента у нас. Кровеносный сосуд, нейрон, астроцит. Во время локомоции у нас происходит ваздивитация, повышение количества кислорода в крови. Кровь, соответственно, доставляет мозг больше кислорода. В нейронах и в астроцитах происходит повышение кальция. Дальше кальций запускает какие-то процессы, это надо исследовать. Мы предполагаем, что он, в частности, влияет на метаболические процессы, в частности, влияет на некоторые ферменты циклоприкарбоновых кислот, на митохондрии, на электронно-транспортную цепь. И вот это как раз приводит к тому, что у нас происходит изменение загрузки электронно-транспортной цепи или количестве восстановленности ахромов. А вот различия между нейронами и астроцитами возможно связаны с различной организацией электронно-транспортной цепи, которая в нейронах формирует суперкомплексы или респиросомы, а в астроцитах она достаточно такая спарская дистрибьютор, то есть как бы далеко расположены комплексы друг от друга, что как раз и может быть причиной почему синтезируется активная форма кислорода, в частности перекись, которая на самом деле является еще и сигнальной молекулой в мозгу. Собственно говоря, на этом я хотел бы закончить и показать вам вот этот важный слайд, коллег, с кем мы работали, выполняли эту работу. Ну, наверху два столбика этого сотрудника непосредственно, которые работали в нашей лаборатории или наши коллеги, кто вовлечен был в работу. Вот синяя, это группа лидеров у нас в отделе Алексей Браже, Надежда Браже, ну и сотрудники остальных, кто работали, значит, коллеги из Института биорганической химии, с кем мы делали рамоскопию, микроскопии или использовали Хайпер, Алексей Верхратский из Института Манчестера, с кем разрабатываем теорию активных в среде головного мозга, и коллеги из Нератар, с кем мы делали первые эксперименты с вот этой аэрлифтед платформ с Хоум Кейч. На этом спасибо за внимание, если у меня есть еще время, я готов ответить на вопросы. Большое спасибо, Алексей Васильевич, мы готовы обсудить очень интересную лекцию, на самом деле, очень прекрасная вводная лекция для нашей школы. Есть ли какие-то вопросы у нас в зале, или если есть в онлайне, то мы их тоже можем зачитать. Есть в зале, спрашивайте, мы им дадим микрофон. Сейчас, одну секунду, Алексей Васильевич. А насколько большая разрешающая способность двухфотонной микроскопии вообще вглубь ткани? Есть теоретический предел, который предполагается, что порядка для нервной ткани порядка одного миллиметра. Вот. Кому-то удается немножко глубже смотреть, но если брать такие какие-то средние коммерческие установки, которые мы используем, и не настраиваем их оптимально, то, может быть, 200-300 микрометров мы можем уверенно видеть. Уже клеточное разрешение получать. Субклеточное, да, прошу прощения. Спасибо большое. А подскажите еще, как вы реализуете при кальциевом имиджинге селективную экспрессию сенсоров в астроцитах и в нейронах? Как это методически происходит? Астроциты и нейроны, как и многие клетки в нашем организме, имеют специфические белки, которые только в этих клетках экспрессируются. Соответственно, мы используем промоутеры для экспрессии этих белков, которые были бы для этой клетки специфичны. Для астроцитов мы используем промоутер GFAP, это глиофибророасидик протеин, и когда у нас под этим промоутером экспрессируется кальциевый сенсор, он только в астроцитах есть. А для нейронов мы используем два разных промоутера, один синапсин, нейрон-специфичный промоутер, только в нейронах он есть, либо КАМП-2 промоутер, который есть в пирамидных нейронах. Поэтому у нас в зависимости от задачи мы можем даже какие-то популяции выделять клеток, нейронов или астроцитов. Не только на все нейроны смотреть, но и на какие-то специфические группы. То есть это достаточно стандартная отработанная технология и в общем-то все делается легко. Спасибо. Есть ли у нас еще вопросы? Не стесняемся задавать. Да, пожалуйста, Елена Румальдовна. На презентацию у меня вот такой вопрос. Между нейронами и астроцитами формируются ли щелевые контакты? Нет. Такое, ну, по крайней мере, мне такие данные неизвестны. Вот. И я полагаю, что у взрослого мозга это не происходит. А между астроцитами и астроцитами? Да, да. Там есть габ-контакты, там формируются коннексины, коннексоны, в общем, там есть обмен небольшими молекулами. Это вообще астроциты формируют таким образом собственную сеть по типу синцития. Ну, да, вот я к этому и иду. А что будет, если эти контакты заблокировать? Как они будут отвечать во время локомоции, скажем, астроциты? Мы такое не пробовали делать. Вообще говоря, ненавиево делать такие вот системные эксперименты достаточно сложно, потому что мы же убьем, да, животное, если будем что-то блокировать. Но я могу предположить, я думаю, что астроциты индивидуально будут вполне отвечать на локомоцию, потому что ответ в астроцитарной сети он не распространяется как в нейронной тогда, вот в нейронах там, если, допустим, заблокировать синапсы, то сигнал не будет распространяться. А астроциты внутри этой вот сети, они реагируют на внешний сигнал, например, на тот же норадреналин или какие-то еще активность локальную, нейронную, активность локальных сосудов и так далее. они даже будучи отключены от своей сети щелевых контактов, они все равно будут функциональны, они будут работать. Только свойства у них, конечно, при этом изменятся, потому что эти вот контакты, они спроста возникают, и поэтому один из типов пластичности, который, по всей видимости, существует в мозге, что астроциты, они то подключаются к соседям, то отключаются через щелевые контакты. И таким образом они меняют свои свойства. Спасибо большое. Спасибо. Есть ли у нас еще вопросы? Так понимаю, что в онлайне вопросов. Есть один вопрос в трансляции. Да, пожалуйста. Алексей Васильевич, вас в трансляции благодарят за доклад и спрашивают, есть ли смысл изучать влияние уровня кальция на эндотелиоциты и перициты, составляющие кровеносные сосуды и ГЭП? Абсолютно. Конечно, мы сейчас этим занимаемся, мы пытаемся найти хорошие промоутеры для того, чтобы, например, экспрессировать необходимые нам сенсоры в других типах клеток. С чего я, собственно говоря, и начал, что ни нервы, ни астроциты, как отдельные типы клеток в головном мозге недостаточно для понимания его функций. Необходимо смотреть на все, на комплексные взаимодействия. Поэтому сюда нужно добавить и другие клетки. И микроглия есть, и олигоденроциты, и прикурсы олигоденроцитов. Ну и, конечно, все различные типы клеток, которые формируют кровеносные сосуды. И эндотелиоциты, и перициты, конечно, в любом случае. Для этого нужно найти специальные молекулярные механизмы. Я вот, когда говорил, сказал, что вот легко мы можем экспрессировать кальций, сенсоров, астроцитов и нейронов. А вот в других типах клеток это нелегко получается. Пока у нас, вот мы над этим работаем. Но делать это нужно обязательно. Это не только габ-контакт, да, эти клетки, они имеют много других функциональных особенностей. Они же, например, те же перициты вовлекаются и в изменении просвета сосудов. Поэтому, если у них меняется кальций, например, это может регулировать и локальный кровоток. Это очень интересно и очень важно. И как это происходит в взаимодействии с другими клетками мозга, это нужно изучать. Спасибо. Большое спасибо. Мы еще раз благодарим Алексея Васильевича за прекрасную лекцию. Она на самом деле очень хорошо подводит нас к базовым механизмам, пониманию базовых механизмов взаимодействия мозга. Спасибо, Алексей Васильевич. Продолжение следует...